Что мы сейчас только что объясним? Что другому элементу группы соответствует сопряжение при помощи этого элемента. Согласны? Более того, это соответствие естественное. То есть, когда вы берёте произведение, то это то же самое, что сначала взять Ж2, потом Ж2. В этом месте всегда у новичков возникает проблема. Говорят, как же? А вот в учебнике таком-то написано по-другому. Написано сопряжение не Жх-Ж-1, а Ж-1х-Ж. Как же так? Дело в том, что вообще-то от порядка зависит. Разгадка крайне простая. Господа, всё зависит от того, как вы привыкли писать применение функций к числу. Вот смотрите, как вы говорите, синус 30 градусов или 30 градусов синус? Синус 30 градусов. А на самом деле, если подумать, это не самый удобный способ. Потому что, когда вы произнесли слово синус, то вообще-то вы пока ещё ничего не знаете. Вы не знаете, чего вы будете брать. А если вам сказать 30 градусов, понимаете, да? То информация на этом здесь не меньше. В любом случае, вы обработку... Вот представьте, синус суммы 30 градусов... Подожди, я буду говорить, 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 говорить. В какой момент вы начнёте вычислять? Когда я захожу говорить, правильно? Вы изнутри начнёте говорить. И вот, это такая наша привычная запись. А есть привычная такая, писать не функцию от x, не f от x, а писать x и от этого брать f. Понимаете, идея, да? Тогда у вас, разумеется, всё переставляется. И тогда, конечно, нужно будет брать не... Как я пишу «жи» или «жи» или «жи» или «жи» или «жи», а наоборот «жи» или «жи». Потому что у вас тогда выполнение будет не слева направо, а справа налево. Единственный мой совет. Надо в каждый момент жизни понимать, какой из этих систем обозначений вы пользуетесь. Был такой замечательный математик Владимир Игоревич Анойт. Он, когда доходил в своих лекциях до этого момента, всегда говорил, что понять эрго столь же просто, с другой стороны, столь же тяжело, как понять последовательность одевания и раздевания. Вот вспомните, пожалуйста, когда вы одеваетесь, вы сначала одеваете рубашку, потом одеваете на неё пиджак, потом надеваете пальто, потом залезаете в машину, а машину ставите на океанский паром. Согласны? А освобождение происходит в обратном порядке. Машина должна съехать с парома, вы должны выйти из машины, снять пальто, снять пиджак, снять рубашку. Всё понятно? Ничего более умного в этом месте нет. И, соответственно, просто вы должны привыкнуть. Потому что если бы я писал с другой стороны, то у меня автоматически было бы. Так, давайте я ещё по-другому это пытаюсь объяснить. Надеюсь, что это будет совсем понятно. Значит, господа, представьте себе, что я беру и для меня группу рассмотрю новую группу. Итак, G у меня это группа. Я рассмотрю новую группу. У неё будет вот какое правило. Множество элементов то же самое, что у группы G. А операция будет вот как раз. Операция будет новая. Это надо взять и B умножить на A. Как вы думаете, полученная группа удовлетворяет аксиому группу? Или нет? Да. А давайте вспомним, какие там были аксиомы группы. Аксиому существования единицы. Кажется единица, кажется старая единица. Почему? Потому что А со звёздочкой Е – это ЕА, то есть А. Точно так же Е со звёздочкой А – это АЕ, то есть А. Замечательно? Давайте проверять ассоциативность. Что такое А звёздочка, Б звёздочка С? Это то же самое, что, смотрите, что Б звёздочка С – кружочек А. А это то же самое, что С – кружочек Б, кружочек А. Согласны? Просто звёздочка, кружочек – это часть, поэтому нужно. Ну а если вы возьмёте наоборот, то есть вы возьмёте А звёздочка Б и к этому звёздочка С, ну а понятно так, что это будет С – кружочек А звёздочка Б, то есть это будет С – кружочек, Б – кружочек А. О, ассоциативность в группе была, всё замечательно. Ну и с обратным тоже видно, что всё замечательно. Так вот, ребят, получилась группа? А теперь вопрос – это какая-то принципиально новая группа? Или же на самом деле по большому счёту ничего нового не получили? Ответ – да конечно ничего нового принципиального не получили. Потому что если мы возьмём и каждому элементу сопоставим этот элемент в минус первой степени, смотрите, беру и рассматриваю отображение из группы в себя, которое любой Х отображает в Х в минус первой, то будет очень просто. Смотрите, почему это будет изоморфизм группы? Заодно и привыкните к слову изоморфизм. Потому что если на этой группе было отображение кружочков, а на этой группе у нас операция называется звёздочка, вот та самая звёздочка, то что значит проверить свойства гомоморфизма? Вот оно здесь выписано. А это очень просто. Это надо взять любые два элемента здесь, перемножить их кружочками. После этого подвергнуть отображению. Подвергнуть отображению, значит, отнести в минус первую степень. И надо проверить, что это то же самое, что их образы, только с операцией звёздочек. Х в минус первой звёздочка, у в минус первой звёздочка. Но что такое звёздочка? Звёздочка, это у нас надо переставить множители и перемножить, как обычно, кружочек. Значит, это будет у в минус первой, кружочек в минус первой. Ну, господа, про это я вам только что рассказываю. Что, когда у вас есть группа, то при возведении в минус первую степень множители переставляются и возводятся в минус первую степень. Объяснял? Объяснял. Отлично.